Здравствуйте, с вами Люба, это Ермак Медиа. В Екатеринбурге ночью 19 июня в преддверии Дня Медика сын министра здравоохранения России Михаила Мурашко в составе организованной группы напал на человека, который обратился к нам. Сейчас мы ему позвоним. Здравствуйте, Юрий, вы обратились к нам в редакцию по факту совершения над вами противоправных действий сына министра здравоохранения. Сильно ли вас избили? Здравствуйте, у меня повреждена нога, правая, осадленная на локте и правая пучка. Нам сообщили, что в квартире, из которой вышел на вас нападавший, находится наркопритон, где изготавливают и употребляют мифедром. И покрывает это чуть ли не лично начальник третьего отдела полиции господин Юдин. Как вы это прокомментируете? Данные квартиры, которые находятся по адресу в Льюгер 99-222. Ранее там не было замечено никаких жалоб со стороны жителей. В первую очередь, когда я пришел сделать замечание молодым людям по поводу того, что в данной квартире шумно и дебош, и время уже через 12 часов, я сам лично слышал резкий запах уксуса. Люди себя вели крайне агрессивно, неадекватно. Запах алкоголя я от них не видел. По поводу того, что покрывают, не покрывают, я не могу это утверждать. Количество людей, которое находилось в квартире, больше 20 тысяч человек. И один из людей, который находился в этой квартире, вышел, достал свое водительское удостоверение, представился Александром, отчество закрыл по фамилии Мурашко. Сказал, что у меня была министра здравоохранения Российской Федерации. И нам вообще не все это было кописи. Ну, дальше была нормативная лекция. Как хотим, так и отдыхаем. То есть мы не обожители, а остальные здесь все черники. Тогда вызвали сотрудников правоохранительных органов. Надо отдать должное, экипаж быстро приехал. Опросил меня, просил МСПУ, просил их, то есть музыка прекратилась. Но в 4 часа ночи раздался стук в дверь. Я смотрю, глазок закрыт. Ну, стучал очень сильно, у меня маленький ребенок, который как-то убился. Вот, ломились в квартиру. Ну, и начали угрожать. Поблили на пол. Закричала жена. Они выбежали. На площадку. Было нападавших 3 человека. Это был, то есть, в составе, они все не неизвестные лица. Ну, один это тот, который, то есть, из нападавших. Это якобы сын Мурашка. Второй, то есть, это в розыгрыжание, хозяин в данной квартире. И третий человек, тоже его не знаю, но фотографии тоже этого человека есть. Один из них потом сказал, что у него порез на руке жена. Предложила ему обработать работу. Мы опять вызвали полицию. И отдел полиции нас обоставили всех для отдачи объяснений. Те написали, что претензий ко мне не имеют. А пришли в 4 часа ночи для того, чтобы якобы извиниться и помириться. Их поведение явно выходит за рамки, то есть, правого упора. Может, то есть, указывать, что люди либо в состоянии наркотики, с кого-либо, либо в алкогольном приеме. Потому что трезвый, правый человек, и действия совершать не будет. Несколько лет назад в программе у Накентия Шеремета был материал, как ветеринар, который оперировал пуделя, вступил в половую связь с этим пуделем. Поэтому в данных наркопритонах вступают в интимную связь с друг другом, несмотря на половую принадлежность. В отношении вас были совершены противоправные действия? Предлагали ли они вам запрещенные вещества? Мне вещества запрещенные не предлагали. Что они там делали, я не знаю. Может быть, это просто кто-то там пролил, а может, что-то там изготавливали, там можно догадываться. Почему не были проведены определенные действия следственные? Почему не были люди, которые были доставлены в отдел, с ними не проведено было медосвидетельствование? Ну, у меня тут возникают вопросы. А вот факт то, что если люди являются родственниками министра здравоохранения, это не дает им право нарушать общественный порядок. Хорошо, спасибо большое за связь с нами. Пока не ясно, является ли действительно Олег Мурашко сыном Михаила Мурашко, или просто ловко прикрывается звучной фамилией. Непонятно, также будут ли приняты более действенные меры воздействия в отношении любителей ночных гулянок в многоквартирном доме, или все ограничится полицейским протоколом.